Друзья, привет! Я Алексей Щечкин и это школа танцев «Свои люди». Сегодня вас ожидает очередная порция крутого контента. Сегодня будем изучать такой крутой элемент, как air-twist. На прошлом уроке мы изучали air-twist по локтям, а сегодня будем изучать твист по рукам. Ну вот и дождались. Сегодня вас ожидает пошаговое изучение данного элемента. Так же, как и в предыдущем уроке air-twist по локтям, мы разберем следующее. Первое, элементы и упражнения, которые помогут вам освоить элемент air-twist гораздо быстрее. Второе, частые ошибки. И третье, конкретно по шагам изучения элемента air-twist. Во-первых, нужно хорошенько размяться, сделать растяжку, по отжиматься, постоять на руках, покачать пресс. И я думаю, что вы это уже сделали. Если нет, поставьте видео урок на паузу и обязательно подготовьте свои мышцы и связки к нагрузке. Кто сделал? Давайте начинаем. Первое, основа элемента air-twist. Это, конечно же, стойка на руках. Это, конечно же, махи ногами. И это, конечно же, складка ноги на себя. Из этого всего состоит элемент air-twist. Ну и, конечно, ваша энергия и ваш профессионализм. Этот видео урок подойдет больше для тех, кто уже практикует, кто имеет уже опыт и умеет такие элементы, как флайер, свайп, гелик, трек. Ну, а для тех, кто занимается недавно, в любом случае, этот видео урок будет для вас полезным для того, чтобы посмотреть, что вам нужно для изучения этого элемента air-twist. И через годик, через два, быть может, вы станете одним из крутых пауэр-мувщиков. Первое, база, основы. Как я сказал, это стойка на руках. Вы в стойке на руках должны не просто перешагивать, шагать, а уверенно стоять с ногами в розе, в шпагате. Итак, первое, стойка на руках. Если вы можете так стоять, это очень хорошо. Следующее, если вы можете отпускать ногу и переносить вес тела на руку, на руку, это тоже очень хорошо и здорово. Если со стойкой на руках все понятно, то как переносить вес тела на одну руку и на другую, когда вы наклоняете ноги. Очень просто. Основной принцип тот же, что когда мы делаем наклоны. Для этого очень хорошо подходит вот такая разминка, которую я сейчас делаю. Она подготавливает боковые мышцы спины, она прокачивает вот это упражнение. Вот это упражнение очень хорошо прокачивает и укрепляет боковые мышцы спины, которые нам нужны для того, чтобы хорошо держать ноги вот в этом положении, когда мы отпускаем одну ногу или другую. При этом ноги у нас широко и вес тела при этом переносится на ту руку, в какую сторону мы наклоняем ноги. Итак, смотрите внимательно. Если вы смотрели предыдущий урок, в котором я объяснял Air Twist через локти, то вам станет понятным. В том уроке я объяснял, как нужно переносить центр тяжести на тот или иной локоть, когда мы встаем на него. Принцип тот же самый, только сейчас мы оказываемся на руках. Хорошо. Переходим дальше. Следующая стойка на руках в уголке. Вот как это выглядит. Обратите внимание, что таз мой оказывается находится всегда вверху, а ноги могут менять положение от нижнего до верхнего. За счет чего я так стою? За счет мышц спины и за счет мышц рук. Как сделать и как научиться этот уголок? Подходим к стене. Плотно-плотно. Ставим руки максимально близко к ногам и свои ягодицы сажаем на стену. Получается, мы руками вдавливаем себя в стену и ножки в стороны. Все очень просто. Стоять так для новичков нужно как минимум по 5 секунд. И с каждой недели прибавлять по несколько секунд. До тех пор, пока вы с легкостью не простоите 10-15 секунд. После этого данный уголок можно пробовать уже без стены. Ошибка тех, кто пытается встать в уголок через прыжок, заключается в том, что вы встаете на руки всего на 1-2 секунды. А я советую нагружать руки уже в тот момент, когда вы стоите, опираясь на руки с ногами. То есть руки напрягаем, нагружаем, нагружаем, медленно-медленно, оп, и пытаемся оторваться. И делаем это плавно. Пусть на секунду, на 2 вы подниметесь на руки, но в тот момент, когда вы стоите на ногах, ваши руки напряжены. Они работают. Медленно-медленно. Вот нужно стараться, чтобы именно вот из такого положения, постепенно нагружая руки, вы поднимаете плавно ноги вверх. И еще раз повторюсь, не старайтесь делать это с наскока, с прыжка. Вот так. Эффекта 0. Ваши руки расслаблены, и они напрягаются только 1 секунду, в тот момент, когда вы делаете этот наскок. Ну что, с уголком разобрали. Давайте повторим. Вам поможет стена, и вам поможет постоянное нагружение рук. Итак, двигаемся дальше. Следующее. Это укрепленные запястья и кисти. Так как элемент Air Twist делается на руках, и вся нагрузка у нас в первую очередь идет на кисти, чтобы они не болели, вы можете использовать эластичные бинты, или напульсники, или какой-то бандаж, который будет крепко держать ваши кисти. Если с вашими кистями все хорошо и в порядке, ваши запястья крепкие, в любом случае нужно успевать снимать нагрузку и напряжение с них. Вот такими вот растираниями, или просто вот таким сбросом, замочком. Хорошо. Нагрузку сбросили, сделали вдох, выдох, руки расслабили. Переходим к следующей части. Это складка. Смотрите, как она выглядит. По сути, это фриз на руке, ноги на себя, складка. Вот для чего она нужна? А для того, чтобы нам легче было перепрыгивать. Сперва у нас идет складка, а потом ноги от себя, и в этот момент мы перекидываем руки. Все в точности так же. Та же аналогия, что и с элементом Air Twist через локти. Ну что, давайте попробуем соединить следующее. Стойку на руках, махи и уголок. И вот что у нас получится. Хорошо. Ну а теперь к этим махам добавим. Добавим складку. Обратите внимание, что я делаю махи не просто вверху, как для свечи, для Нейтинайна, а делаю через низ. Нога через низ идет вверх. Нога через низ идет вверх. Ну что, добавляем складку, и вот что у нас получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Немножечко отдохнем. Сбросим нагрузку и напряжение, усталость. Подходим к основной части. Это перепрыжка и перелет с одной руки на другую. Как и в элементе Air Twist через локти, нам помогает плечевой сустав. Мы им толкаемся. Толкаемся рукой от пола. И чтобы лучше понять, как делать этот толчок, давайте немножечко попрыгаем на той руке, с которой будем отталкиваться. Вот как это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если не получается сразу же попрыгать на одной руке, можно попрыгать, придерживаясь свободной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь нам помогает все тот же толчок ногами вверх. И плюс небольшое отталкивание к плечевым суставам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, давайте теперь попробуем перепрыгнуть с одной руки на другую, используя замах, складку. И в тот момент, когда мы будем выходить из складки, мы отталкиваемся рукой. Пам! И перелет старайтесь делать. Вот такой, через плечо. Ну вот, Маш. Понятно, поначалу будут получаться вот такие перепрыжки. Но с каждым разом старайтесь делать движение через бок. Через бок, наотмашь. Кстати говоря, это хорошее упражнение. Давайте его выполним. Если рядом с вами находится стена, нет поблизости каких-то предметов, которые вы можете задеть, давайте попробуем перемах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой перемах возможен, когда ваши ноги находятся максимально на себя, в складке. И потом, во время выхода из складки, вы делаете, оп, перемах. Потом снова ставите руку, снова замахиваете ногу в складку. И выход из складки. Ну что, меньше слов и больше дела. Первые прыжки мы с вами попробуем, стоя на двух руках. Не с захода, а стоя на месте. Итак, смотрите, как это будет выглядеть. Подготовлю кисти, предплечья, если вдруг они затекли. Разогрел еще разочек. Ну что? Вот так это выглядит. Если получится, вы можете просмотреть этот кусочек, перематывая по шагам, по кадрам, чтобы понять, как все это выглядит в замедленном действии. Итак, еще разочек. Я стою на руках, делаю замах сперва в одну сторону. И теперь замах в свою виду ногой. Нижней ногой, оп, снизу вверх. И в этот момент складка. Выпрыгиваю из складки, ноги от себя. И отталкиваюсь предплечьем на другую руку. Ну что? Давайте еще разочек. Внимательно смотрим. Стойка на руках, замах. Оп, складка на себя. Выход из складки и перелет. Главное, таз держать вверху. Вот так это выглядит. Если у вас получается до этого момента, и вы приземляетесь на руку, ставите другую, и свободно можете поставить ноги, либо же в самом лучшем варианте остаться на руках, то здорово. Поздравляю. У вас получился один оборот элемента Air Twist. А теперь попробуем сделать этот элемент с захода. Ну что, поехали, друзья. Будем использовать основной заход для всех элементов Power Move. Напомню, вот как он выглядит. Ноги максимально широко, натянуты в шпагате, и делаем замах пяткой назад. Оп. Руку ставим сюда, рядом с ногой. Мах ногой вверх. И оп. Как ставятся руки во время выполнения элемента Air Twist? Смотрите. На руки вставать не буду полностью. Буду делать вместе с ногами. Главное сейчас акцент на руки. Рука ставится сюда. Далее ведем свое тело вот до этого момента. Пам. И вот здесь уже отталкиваемся. Оп. Дальше. Оп. Ну это так, на всякий случай. Но это на это. Тоже стоит обратить внимание на положение рук. Ну что, друзья. Пробуем делать элемент Air Twist один оборот. С захода сверху. Пам. Если вы останетесь на руках, здорово. Можно зайти в гелик. Самое удачное и самое лучшее. Если вы зайдете в гелик, то можно считать пол дела сделано. Если вы остались на руках, то считайте, дело сделано полностью. На все 100%. Один оборот Air Twist вы научились. Итак. Заход и твист. Друзья, если у вас получилось, здорово, молодцы. Если нет, то давайте разберем ошибки, которые могли у вас возникнуть. Во-первых, ноги не оказались достаточно высоко в самом начале захода. Ноги нужно поднимать вверх, как будто вы встаете на руки полностью. Ноги вверху. Следующее. Нету складки. И это основная ошибка у большинства. Происходит вот такой шлепок. Чтобы его не было, хорошенько потренируйте вот такой фриз. Либо ноги к себе. И следующая ошибка. Это отсутствие выхода из складки. Сперва складка ноги на себя и потом выход из складки. И вот из-за этой складки в основном у нас и получается перелет. Итак, обратите внимание на мое плечо и на складку. Я отталкиваюсь от стены. Попробуйте тоже почувствовать вот этот принцип. Выход из складки и толчок плечевым суставом через ладонь от себя. Ну что, друзья, давайте теперь разберем во что можно заходить с элемента Air Twist. Во все, что угодно. Давайте сегодня разберем заход в гелик. Во-первых, вы должны уметь заходить в гелик с рук. Если хотите научиться вообще заходить с твиста. Ну, я надеюсь, у вас нету в этом проблемы. Один разочек давайте я вам покажу и напомню, как это выглядит. Плавненько, рука, предплечье, плечо и дальше лопатки. Ну, а теперь заход сверху, Air Twist и заход в гелик. на этом наш видеоурок подходит к концу. Я знаю, что у вас еще куча вопросов по данному элементу. И если я на что-то не обратил внимания, не объяснил более подробно, задавайте вопросы в комментариях. Я и моя команда обязательно на них ответим. Если понадобится, запишем дополнительный урок. Сегодня была хорошая, плодотворная видеотренировка. Я надеюсь, вам все понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Алексей Щечкин и Школа танцев «Свои люди». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова